всем добрый день очередное видео разбираемся грандстаркс евро 4 2010 год клиент и слесарь из другого автосервиса рассказали такую душераздирающую историю что уже два года они мучаются с грандстарксом что-то происходит и вот притащили в итоге к нам не знаю разберемся не разберемся но будем пробовать произошло следующее поставили вот новый оригинальный насос клиент уехал где-то ехал ехал она пошла в разнос вот опять же это в разнос как правило если у нас сломается турбокомпрессор попадает масло во впуск и идет разнос но у нас не с маслом проблем проблема с топливом то есть либо форсунки безумно льют либо допустим насос вливает потом уровень масла вместе с топливом повышается до самой горловины через масло отражающую пластину попадает в пуск и идет в разнос то есть они как правило то есть ну рассказывали что два случая были такие что двигатель был полный под самую горловину получилось так что к нам она пришла и во всех четырех цилиндрах была полная антифриза под самый верх разобрали сняли и там вот смотрите как у нас выгорело камера сгорания здесь она не коснулась что-то случилось внутри самой головки может быть из-за того что не оригинальные там был какой-то дефект свой хотя я уже такое видел всеми охлаждения когда прогорела в камеру сгорания 4 цилиндра произошло следующее так как она работала и степень сжатия устремилась систему охлаждения и основной радиатор у нас охлаждение бачок лопнул взорвался верхний радиатор тоже будем ставить новый вот видел я как-то на 2 и 2 точно такую же историю хотя у нее стоплены все было отлично после чего сменили головку дальше поставили все работает то есть прокладка даже здесь и на этой же головки тоже была прям порвана на две части уже вторая головка сейчас будет третье будет четвертый топливный насос второй комплект форсунок и так далее тогда ли там переборка была вот этот насос с ним какая-то очень-очень странная непонятная история насос у нас бывает 420 410 это хундай грандстарт киа соренд но этот они взяли чтобы было более дешевый также он устанавливается на киа сид потом киа соул тоже дизельный идет хундай портер то есть евро 4 привезли они мне старый дозатор потому что дозатор тут не немножко не подходит по параметрам должен быть окончании 750 сварить когда у нас в рампе стоит регулятор с торца регулятор давления топлива то здесь последние цифры будет 633 если ли же у нас в рампе в топливные с торца отсутствует регулятор пусть это будет грандстарт киа соренд то датчик должен быть 750 я пробовал насос ставил на стенд то есть ведет он себя очень странно но хотя через сальник отсюда через сальник ничего не бежит поэтому сейчас подкинем новый дозатор и снова подкинем его на стенд по словам автомеханика то есть в данную машину вложили очень много сил и очень-очень много денег получится ли у нас разобраться почему так происходит то есть для меня это тоже такая довольно странная конечно ситуация как это все все собираем все работает все хорошо а потом наступает момент когда что-то идет не по плану там единственное что в любом случае как бы я им объяснил что пока мы не соберем про диагностировать не получится насосы они перекидывали до зато я не считаю что он неисправен у них было много всяких насосов там они даже купили бушный поставили он отходил 10 тысяч прекрасно машина потом повторилась снова потом они ремонтировали свой потом еще один бушный теперь новый и так вот все кружится и вертится давление вот насосом сдает вот у нас получается стартовая от 5 и 8 ну пусть будет от 6 до 19 литров не дотягивает 4 максимальный расход топлива от 14 до 56 вот 49 показал отлично и последний тест лучшей эффективности опять же показывает точно также что с тем дозатором что с этим показывает одинаково насос сняли со стенда по топливной форсунке тоже проверили сейчас нам дали другую не оригинальную гбц переставим клапана притрем то есть соберем мы не знаем что у нас сломано вроде бы форсунки проверили насос проверили все проверили не знаю случится ли у нас это завтра или не завтра то есть в любом случае для того чтобы произвести какие-то тесты проверить что что-то не так нам нужно ее собрать из завести только лишь потом можно будет нагреть там газу они говорят что рассказывают что на горячую что даешь потихонечку газу даешь 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 и свыше полторы там между полторы и две тысячи он уходит разнос когда как-то в разнос он там работает 5-6 секунд то вот видимо последний раз работал наверное минуту или две для того чтобы завести двигатель на гранстаркс не нужно собирать не нужно охлаждающую жидкость ничего не нужно обязательно если у вас автомат за кольцовую коробку автомат шланг разъемчики не одеваем на форсунки это все делается в избежание того что во первых надо прокачать гидронатяжитель гидрокомпенсаторы то есть мы будем крутить два раза там по 5-6 секунд погаснет давление масла чтобы крутить то есть также чтобы промазывать турбины и тогда и при этом сразу же то есть что делаем прокачиваем подкачку то есть накачиваем до упора и и то есть сейчас она у нас упрется потом покрутим 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 еще раз накачаем чем меньше будет воздуха в системе тем быстрее запуске будет лучше давление масло погасло я покрутил за стартер не переживайте еще не было ну как бы вот в моей практике не было ни одного случая чтобы сломал стартер я крутил и там по 20 секунд и по 30 сейчас надо убедиться в том что все собрано все прикручено то есть допустим сейчас мы крутили если какая-то ослаблена трубка там по давлению масла топлива то мы увидим то есть это визуально делаем осмотр всегда всегда чтобы вы не делали делаю везде полностью даже касались вы не касались то есть силовая клемма гайка то есть болт все что где чего касались и не касались все смотрим проверяем здесь много нюансов потому что тоже все это разбиралась собиралась несколько раз еще раз убеждаемся наличие масла масло у нас вот чистенько чуть ниже максимуму так все одеваем разъемы разъемы тоже мы сразу не одеваем мало ли допустим попал очиститель масло вас камеру сгорания чтобы не было детонации то есть при запуске мало ли что это бросит в обратку или еще что-нибудь то есть с богом дай бог запустится нет не заводится сейчас возьмем диагностику и сразу же посмотрим при вращении дает ли нам датчик давление что-нибудь расход воздуха есть обороты двигателя есть регулятор говорит что открывает а давление топлива нету ничего не происходит дальше следующий наш ход брызнемся сюда дело в том что нам нужно что сделать нам нужно поднять оборот опять же либо давление по факту есть но датчик его не видит либо его на самом деле нет вот в этом мы должны убедиться сейчас пару раз прям таких небольших брызгут делаем а если машина запустится на очистители и будет допустим работать некоторое время то можно сказать с полной уверенностью что газораспределение у нас в порядке то есть метки все вот здесь все хорошо и как только допустим если нас создает мало давление то он нам вот он видите то есть насосу не хватало не хватало насосу чтобы возбудить насос может быть там завис ну к примеру не в нашем другом редукционный клапан или что-то еще неисправен дозатор датчик давления нужно его немножко колыхнуть такой момент главный у этого двигателя d4cb неважно там евро 3 евро 5 6 них есть даже такой маленький нюанс машина все работало все хорошо и допустим сломался двигатель там масляный насос или цепи вы разобрали он повалялся там неделю-две там день и вы ставите и он не заводится очень часто вот этот датчик давления у них выходит в строе и именно вот как раз дернуть его нужно дать немножко больше давления но как в трассе тоже брызнули и он раз завелся сейчас сейчас я ничего не могу сказать дело в том что машину необходимо нагреть правильная диагностика двигателя делается от 65 градусов и выше а в идеале это 80 80 72 градусов а сейчас попробуем заглушить завести работает конечно она громковато это всегда так когда мы меняем местами рокера гидрокомпенсаторы то есть всегда пока все это сейчас притрется сядет ну вот она заводится у нас полоборота сейчас поставим панель подключим все охлаждение нагреем машину и уже будем смотреть по компьютеру что не так ну что закончили мы автомобиль нашей непонятной историей непонятным концом заменили основной радиатор охлаждения заменили головку блока цилиндров поставили аналог все что было необходимо то есть это колечки прокладки и болты смотрите после того как стали греть проверять все было в норме ну у датчика давление были небольшие там отклонения его заменили поставили то есть все стало в норму но мое мнение что этот датчик не может вот то что происходило лилось топливо очень много поломанных видел датчиков но чтобы происходило вот так ни разу ни разу но зато у меня были два точно такие же случаи были случайно опять же смотрите у каждого есть свои недостатки и у меня они есть тоже я считаю что когда машина пришла я немного поспешил что ли здесь был и автомеханик который я делал до этого и был сам клиент вот и при них нужно было сделать более тщательный осмотр не обратил внимание на одну мелочь этот догадки но их не случай их не случай связи с тем что с машиной все было хорошо головка стала газить головку сняли ее в итоге заменили и после этого началось раз два три пять десять и то есть без конца такое ощущение что с каждым разом повторяли одну и ту же ошибку допустили ее сразу при сборке и потом последующие пять там шесть раз они повторяли это ошибка по этой ошибочке сейчас заглушу двигатель вчера мы его уже тестировали грели также заглушили клапан гигр потому что датчик масса расхода воздуха напомню вам на прогретой должен быть нижний порог 58 кило там идеальный 62 66 вот это по датчику масса расхода вот воздуха воздух был 50 46 то есть реакция на педаль газа будет слабая вот причиной у нас можете являться клапан egр забитый датчик масса расхода воздуха и неисправные датчик мы помыли ничего не изменилось egр заглушку бросили ничего не изменилась хотя люди люди до этого что-то разбирали все говорили чистили рассказывали мне там в истории но неважно вот то есть и топливные форсуночки топливных форсуночки на самом деле то есть работает грубовато мотор работает грубовато топливные форсунки ремонтировались, не знаю, в какой фирме делались, делались все четыре, и вот по моим тестам, то есть, топливная форсунка первого, второго и третьего цилиндра отстают от четвертого. Большая-большая просьба, все-таки я знаю, что очень-очень дорого купить новые форсунки или что-то, да, не делайте. Может быть, для тех, кто делает это, понятно, плохая реклама, но 99% людей, которые приезжают ко мне, и я советую выкинуть форсунки, которые они отремонтировали, то есть, не знаю, может быть, и есть этот специалист, может быть, его нет, но по факту всегда одно и то же, то есть, дым, стук, недолив, что-то еще, то есть, вот это все прям просто ужас. А теперь возвращаемся к нашей проблеме, к моим догадкам, что это могло быть. Ну, опять же, эксплуатация сейчас покажет. Насос тот же самый, который оригинальный, они приобретали у нас его вводим-зап здесь. Вот, смотрите, переходите сюда. Вот здесь подача с топливного фильтра идет короткая трубка. Это подача. Она идет на подачу ТНВД. Здесь такой переходной. То есть, подача у нас, это где установлен датчик температуры топлива. А обратка, это ближе сюда, вот уже к коллектору, сюда, к насосу, то есть, уходит в бак. И самое главное, что если между ними должна быть вот здесь штатная перемычка. Это первое. Она отсутствует. То есть, если бы трубки перепутали, то эта перемычка бы не совпала. Это первое. Второе. Здесь должны быть защитные замки. Здесь и здесь. То есть, подача красный. И здесь, то есть, сверху такой чехольчик на обратке, желтая. То есть, смотрите, все у нас штатно. Заводим машину. Все работает. Все прекрасно. Но были два таких же случая, когда люди путали подачу и происходило то же самое. В насосе получается у нас обратка с насоса скидывает, без какого-либо препятствия скидывает в топливо заборник вниз. Ну, если их перепутать, машина точно так же заводится, точно так же работает. То есть, никаких симптомов нету. Только единственное, что у обратки ТНВД создается внутреннее давление за счет топливного фильтра. То есть, он скидывает обратку уже через топливный фильтр. Обратно. Вот. И поэтому, если топливный фильтр, допустим, забился или что-то там такое, то сразу же он резко выдавливает свое топливо, скидывает через сальник в двигатель. Сейчас я вот покажу. Дело в том, что здесь, конечно, неправильно. На многих автомобилях сделано так, что эти разъемы перепутать нельзя. Вот, допустим, я отсоединил коротенькую трубочку. Сейчас отсоединяю, теперь... Вот, смотрите. Вот у нас обраточка. Я ее беру и защелкиваю. Раз. Она защелкнулась. Теперь устанавливаю подачу. Все встает. Все вроде бы на своих местах. А по сути даже можно посмотреть. Дальняя трубка, которая идет там на первую, это на вторую. То есть, ну, если логически глянуть. Теперь заводим машину. Все. Все отлично работает. Только работает наоборот. То есть, она будет работать, она будет ездить. И как только, как только создастся внутреннее давление в ТНВД, так как он пытается скинуть это через топливный фильтр, он именно создает топливный фильтр. Сопротивление это. Насос. Там стоит два сальника у нас. Один масляный, второй топливный. И он не выдержит и выдавит его в этот. Ну, сейчас трубочку обратно возвращаю. Вот, смотрите, когда я сдернул, то есть, там создалось давление. Вот, говорю, если машина пришла бы в тот момент, когда мы сразу осматривались механиком и хозяином, если бы проводили осмотр, я бы это увидел, тогда бы это был бы факт. А так это только слова. То есть, это были предположения. Машина будет сейчас эксплуатироваться и по факту уже либо что-то произойдет снова, как это происходило, ну, либо будет нормально. Так, все. Машину грели, проверяли, катались. Из рекомендаций у нас остается датчик массы расхода воздуха, топливные форсунки первого, второго, третьего цилиндра за замену. Если вдруг где-то что-то случится у него, то он вернется и будем разбираться дальше. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok